Смотрите, какая красота! Да, вот эти закаты и рассветы, они не перестают меня удивлять. Просто вообще нереальная красота. Я не могу. И только посмотрела в сторону балкона, и всё. Мне сразу хочется взять камеру и снять. Это вообще невероятно. Здесь всё в тени, а там вот как бы на горизонте, да, получается, освещено солнышком всё. Солнце отражается от домов. И нема необыкновенная какое-то вообще. Класс, класс. Доброе утро, мои хорошие. Начинается новый день. Всем привет, мои хорошие. Я сегодня уже вышла на улицу с удовольствием. У нас хоть и ветерок дует, знаете, но погода плюс 10 градусов, погода просто отличная. Весну напоминает. И я уже, знаете, с таким вот каким-то весенним настроением, как будто завтра 8 марта, знаете, настроение хорошее. Вот. Мы с дочкой вышли по магазинам. Сейчас уже вот заскочили в магазин «Донские традиции». Встретили одну подписчицу в магазине. Очень приятно. И едем мы дальше сейчас. Ну и будем дальше что снимать. Что мы будем дальше смотреть, увидите. Оставайтесь со мной. Ну я же привыкла таскать вот это всё. Железки, сумки. Я не смогла поднять. Я говорю, давай вторую ручку бери. А она пошла, унесла. Я не успела глазом моргнуть. Она уже потащила это всё. Где сумки? Короче, сейчас едем в торговый центр. Много всяких планов. В общем, что удастся заснять, засниму. Ну, а вечером распакуем пакеты и посмотрим, покажем, что мы вообще купили. Может, вы какие-то советы дадите, что вы берёте. Мы с дочуркой решили затариться на месте с продуктами, но только, ну, наверное, продуктами такие, которые долго лежат. Ну, морозилка у нас пока что пустая. Мы как купили холодильник, и у нас там может просто заваляться один килограммчик мяса. А у нас целых три ящика. Это столько, сколько вы купили. Поместится. Это всё разберётся, это мясо. Оно там разрежется порционно, вот на раз приготовить. Я же целую вот такую тушку не ложу. Зачем? Потом её надо будет размораживать целиком, часть отрезать и замораживать. Эти глупости у меня были в молодости, когда, знаете, большой кусок мяса, да. Полдня размораживаешь, потом отрежешь от него кусок, а потом опять кидаешь в морозилку. Нет, так не делается. Нужно закупить мясо. Нужно его разрезать порционно. Вот если вы знаете, допустим, на раз приготовления, сколько вам нужно на вас там одна. Я думаю, что тебя смотрят прям девочки, да, молодые. Ты знаешь, между прочим, девочки молодые тоже мне пишут, что им мои советы очень помогают и подсказывают. Девчонки, напишите в комментах, кто реально берёт кусок и кладёт его в морозилку, а потом дуриндушка берёт, размораживает весь этот кусок двое суток, отрезает кусочек оттуда на раз приготовить и опять весь этот кусок в морозилку. Кто так делает? Не, ну на самом деле вот такую глупость можно сделать там, ну раз, другой. Потом начинаешь же мозгами работать, правильно? Начинаешь понимать, что всё-таки мясо туда-сюда размораживать, замораживать вредно самому мясу вообще. Да и вообще долго. Ну и долго и вредно. Поэтому понятное дело, что всё это распределяется. Там где-то цельные кусочки на мясо приготовить вот так. А что-то на фарш отрезается сразу. Ну фарш я уже сразу перемалываю. И вот этот фарш тогда уже я распределяю опять-таки по кулёчкам порционно, чтобы потом достать кулёчек и готовить этот кулёчек. Вот. Кулёчек. Ну кулёчек. Это ростовский. Ростовский кулёчек. Кулёк. Это наша ростовская основечка. Кулёчек, пакетик. Какая разница? Вы знаете, девчата, хочу сказать, я иногда неправильно выражаюсь. Иногда я умышленно неправильно выражаюсь, ну потому что мне так прикольно. А меня начинают поправлять люди серьёзные, без чувства юмора, что я что-то не так сказала. Под шаблон хотя бы. Что нужно, да, что нужно класть, а не ложить. А я вот хочу ложить, понимаете? Да ложила я. Я хочу ложить, а класть мне не интересна. Ложила я на то, что нужно класть. Вот. Поэтому, ну хотите поправлять, и кому-то, ну может быть, просто кайф включить учительницу и поправлять меня. Ну а... Включили учительницу. Включили учительницу. Ну-ка выключили быстро учительницу. В общем, короче говоря, девчата, кое-какие овощи мы прикупили, просто там уже прицепом, чтобы с Ашаном, может быть, меньше там тащить или что, по мелочи. Но всё равно в Ашан надо будет забегать, там ещё много чего нужно будет прикупить. В общем, едем, едем, едем. Далёкие края. Как там ещё дальше? Хорошие соседи, счастливые друзья. Молодец. Мы едем, едем. Ладно, не буду петь. Всё. Будем сейчас дорогу смотреть. О, смотри. Аксай. Аксай видненько. Вот это Аксайский мост. Это Аксайский мост. Который мы едем сейчас, это Аксайский мост. Да, мы на него подниматься не будем. Я же сказала, мы едем через Аксайский. То есть через. Смотри. Возь Аксайский. Ростов-на-Дону. Город воинской славы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так. Ой, смотри ты, тут они бурдюрчики поставили. Вот это вот, кстати, тоже хорошо, когда огораживается дорога, чтобы люди могли спокойно идти, да, над дорогой и не бояться там, что, 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 не то, что, что все-нибудь не бояться. В общем, я, например, вот с Денечкой по над дорогой боюсь идти, а вдруг ребенок вырвется и побежит на дорогу. Я считаю, что если здесь вообще где-то по над дорогой есть пешеходные вот эти, как они называются, дорожки, вот, значит, они должны хоть каким-то там бортиком от дороги огораживаться. Ну, Лалипиан, и дядька будет идти раз, его там пошатнет, он под колеса упадет. И водителю неприятностей, и дядьке неприятностей. Вот. И так ребенок может действительно вырвать руку и побежать на дорогу. Это ж надо, и не знаю, прям. Кто за этим следит? Ой, смотрите, какое небо красивое, да, такие вот облачка, да, прикольные такие облачка. Вообще очень радует то, что погода сейчас ясная и солнышко. Уже надоела пасмурная, дождливая такая погода, когда и холодно, и все. Сейчас сразу чувствуется приближение весны, чувствуете? Вы чувствуете через камеру приближение весны? Мама, что ли прорвало? Она дома не разговаривала. Я чувствую. Мам, ты как будто в заточении сидела и ни с кем не разговаривала. Ты включилась, когда говорит, поговори. А это, между прочим, на меня действует весна, весеннее настроение. Я как будто, знаешь, как будто просыпаюсь от зимней спячки. Вы представляете такое вот состояние мое? Да. И мне хочется поулыбаться, повеселиться, пошутить, побалагурить, я не знаю, поболтать вообще. Класс. Ну, вот так. Вот такая дорога. Кстати, дорога неплохая. Я когда по этой дороге ездила на работу в Мегу, здесь такие колдобины были, я не знаю. Это, видно, не так давно ее ремонтировали. Ну, с правой стороны от нас город Оксай. Ну, мы в него не въезжаем, едем мимо. Хотели окрестностей города Ростова-на-Дону посмотреть? Вот вам Оксай. Вот вам справа Оксай, да. Вот вам Оксай. Это, в общем-то, мы, можно сказать, я не знаю, за городом, не за городом. Ну, как Ливый берег Дона. Это тоже самое Ростов, только как бы чуть-чуть за чертой города. По краю Ростова. Чуть-чуть по краю Ростова, да. Дома тут всякие понастроили уже. По настрою. Большого дома этого я не видела. Ну, я увидишь уже, сколько давно я не ездила по этой дороге. Мама, а где там наши блинчики с мясом? Ты что? Будешь сейчас блинчики кушать? А что? Они в багажнике лежат. Приедем на парковку, тогда съешь. Я тебе дома говорила, покушай, покушай. Нет, не хочу я кофе пью. Не кайф было. Не кайф было. Видишь, я покушала, я себя хорошо чувствую. Не кайф было. Я и кушаю, иду к отроду. Ух ты, уже прям смотри, какая привереда стала. Да. Ей не нравится. Я не люблю свинину. Еда, которая дома. А я тебе тушеную сделала. Она как тушеночка мягкая, с подливочкой. Гречечку сварила тебе. Я уже привыкла к более гламурному мясу. Ну и ешь свое гламурное мясо. А я и люблю свининку. Кто угадает в комментариях, о каком мясе идет речь? Что за поле? Что за гламурное мясо? Гламурное мясо, наверное, это индийка. Это один ответ. А второе? Курятинка. Курятина это не гламурное мясо? Нет. И вообще не гламурное мясо. Это, наверное, омары. Говядина. Ай, говядина. Слушай, что-то до плесников много стоит. А я вот их снимаю. Слушай, они никак не обидятся. Могут. Ну, мы же пристеганные. Мы всегда пристеганные. Пристеганные, говорю. А я опять неправильно выразилась. Пристеганные. Ну, ешки-королешки. Пристегнутые, мама. Пристеганные. Ну, вроде вжог. 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 Может, блин. Сейчас. Взрослая. Вроде бы взрослая женщина. А ведешь себя как Селена. Молоденько. Взрослая женщина. Это обычная женщина, только которая просто живет дольше. Вот и все. Это обычная голубая женщина, только живет дольше. Это обычная женщина, которая дольше живет. И все. Чем-чем? Это просто взрослая женщина. Чем тот, кто считает ее взрослой Она просто побольше, чем не взрослой Взрослая женщина Это та женщина, которая просто Дольше живет, чем Та женщина, которая считает ее взрослой Точно Слушай, как правильно подмечено Ай, ай, тя Ай, тя Умные, мудрые мысли Отселены свои Да уж, да уж Так, ну вот мы повернули На мост, как раз на Мегу Поднимаемся Мам, как твой влог будет называться? Дорога Мегу? Ой, какое небо необыкновенное Я в шоке Или необыкновенное небо Грестовина Дорога Я не знаю, как будет мой влог называться Я его обычно называю Уже в процессе монтажа Когда монтирую и уже тогда я вижу Чувствую, как его назвать Нифига себе Да Нас преследует тачка какая-то Она заставляет меня быстро ехать Потому что она мне дышит в зад просто Не обращай внимания Как ты не будешь? Беруа Мерлен Так, ну ладно Я, наверное, выключу парковку Давай на улице припаркуемся Такая погода классная Давай На улице Сегодня дождя не обещается Так, а выйдем мы где? Здесь со стороны Леруа? Ну где-то Где-то, где-то, не знаю Смотри, где удобнее Где местечко есть свободное Подожди Дай снять здание Смотри Какое у нас здание Я, кстати, с этой стороны Его никогда не снимала Вот такое длинное второе здание Под ним Огромнейшая парковка Так, дочь моя Помчала Помчала Ну вот, мои хорошие Мы и зашли в Мегу Так, что у нас тут? Снежная королева тут появилась? Я не видела Ладно Нам не нужны сейчас Никакие шмотки Мы ходим в спортивном костюме Да, дочь? А меня бы вы видели В чем я одета Тоже? Я пьяна Тоже? Ну ладно Слушай, нет Это жесть Грязная, это жесть Ладно, плохо в чем-то Но мне грязно Да оно не отмывается Ну все Пошли назад Пюрешкой Пошли назад Нет Не смотрите Не смотрите Девочки, знаете Когда у вселенной Плохое настроение Это какое-то непотребство Она не может даже нормально собраться Чтобы выйти в торговый центр Понимаете? Она даже в зеркало себя не смотрела Она, знаете Она была хмурая Хмурая такая И она так натянула Этот костюм И сказала Все, Пошли, давай Да Я когда грустная Много есть Такое, знаете Вот она залезет Какая-то херобора Тебе внутрь И сидит Я стараюсь Не придавать там много значения Не разговаривать об этом Я просто тупо жду Когда она уйдет Потому что она рано или поздно Уйдет по-любому Вот сейчас мы начали влог снимать Она потихоньку начинает сваливать Потому что, ну, против моих зрителей Против моей любви к ним Понимаете? Ну, никакая зараза не пристанет Она потихоньку сваливает Сваливает Настроение поднимается Улыбка становится естественной Вот люблю, когда она такая Ну, когда она вот эта хмурая Вообще, я не знаю Даже о чем с ней нужно разговаривать Пока я была под этой вот зеленой какой-то херней Внутри у меня Да, я не знаю, как ее назвать Одела грязный костюм Одела костюм, даже не глянула Какой он там Просто вот то, что под руку попало Садила А теперь пожинают плоды А теперь пожинают плоды Ну что, кушать или туда пойдем? Пойдем ли раз, зайдем дверь посмотрим Пойдем Пойдем, зайдем, посмотрим двери Пойдем Вот за что я люблю в Миге ходить в будние дни Когда здесь не так-то много народу Мне кажется, все любят Да? Нет очередей Нет вот этих вот столпотворений народу Можно спокойно пойти, что-то посмотреть Покрутить, повертеть И консультант тебе внимание уделит Да, нормально? Уделит, да Уделит Уделит Ну я опять неправильно говорю, извиняйте И вообще у меня руки трясутся Я несу камеру Вижу, что трясется рука Ну вот, видите Такая вот старая перешница Ма, дай перешницу Ну да, мы на старая Вот Мы так в Ашан сейчас пойдем, да? А, доча же хочет куснуть что-нибудь Ладно Леруа заскочили Консультацию получили Но нам надо дома еще что-то померить Заскочили, получили Потому что что-то по размерам непоняточка Ну, мамачуля двери мерила Вот таких вообще дверей не бывает, оказывается У них не бывает таких размеров А может консультант Там женщина Может быть она, знаете, как Многие консультанты просто плохо знают свое дело Ой, смотрите в Ашане какая пустота Просто красота Сейчас пойти, да, выбирать продукт Просто здорово Вот какое зеркало мне нравится Здесь мне нравится подсветочка Такая Хорошенькая, да? Блин Не очень-то мне обидно, хорошо Вот так, да, видела, хорошо Это туалет в Икее Да, прикольное зеркальце, хорошее Мне нравится Ой, девочки, мы в Ашане Вот с одной стороны Ашан это хорошо То, что здесь есть выбор Есть ассортимент А с другой стороны Когда вот идешь конкретно и знаешь, что ищешь А тут столько всего И найти невозможно Вот мне, например, сейчас нужна зубная паста Сансадин Для чувствительных зубов И где она Мы уже с дочуркой немножко подустали, честно говоря, ходить Потому что мы уже зашли в Леруа Но это я вам показывала Вот он, сансадин Моя паста Я пастой эту пользуюсь уже лет 5 или даже 6, может быть И мне нужно не для отбеливания Вот мне врач сказала Нужна паста сансадин Для чувствительных зубов Потому что у меня чувствительные зубы Кстати, девочки, вот такую я брала как-то Эта подделка, она совсем другого вкуса Она как живет, знаете, как жемчуг Или как, жемчуг Вот эту я беру последнее время Комплексная защита Снижает чувствительность зубов Вот она мне очень подходит Очень нравится Ею пользуюсь уже 5 лет или 6 лет Ну, когда я вот была у стоматолога И последний раз, кстати, у нее была У меня ни одной дырочки не образовалось Представляете, за столько лет Не пришлось ничего пломбировать Так, ну пошла я дальше В общем, короче, после Леруа Мы зашли еще в Икею А там в Икеи, если кто бывал Вы знаете, там очень долго ходить нужно Там целые лабиринты пока пройдешь И мы там взяли только одну небольшую вешалочку Но из-за этой вешалочки мы прошли Там, знаете, как намотали на ноги Можно сказать, там еще пару километров Заскочили, джинсы мне померили Потому что я не знаю, какой мне размер Джинсы надо брать А взять я их могу, в принципе, в интернет-магазине Вот Вот такие вот одноразовые станочки Еще взяла я И взяла свою пасту Сенсадин Короче, мы тут уже понабрали Ребенку Я вот кофейко со скидочкой нашла Кофейко со скидочкой В американском стиле Да Короче, затариваемся Ну и что? Вот мы уже, короче говоря Направляемся к выходу Девчата И ребята Вообще полную терешку понабрали вроде И ничего не купили Да мы в Ашане просто понабирали всего Я не знаю Там у нас три сумки уже в машине лежит И сейчас это Как мы будем все это тащить домой? В общем, пытались затариться На самом деле Из глобального Ничего не купили Ну, по крайней мере Мы уже знаем Сколько нам денег на дверь нужно В Икеи шкафы смотрели Там ничего такого не нашли Чтобы прям вот конкретно Классно Смотреть в Икеи Ну, честно говоря Я очень устала У меня сейчас так ноги болят Спина Я уже хочу плюхнуться в машину И домой Вот Ну, ничего Зато мы, по крайней мере Набрали Обычно мы по многу так сильно Уж прям не набирали Сейчас думаем Так, пока зарплату получили Надо набрать Как можно больше Ну, чего-то мы взяли много Чего-то немного Ну Только мясо нормально Мы посмотрим Ничего Посмотрим Короче Насколько нам чего хватит Ну, уже много чего взяли А много еще надо будет чего покупать Ну, покупать нам нужно будет Еще такой, знаете Скоропорт Это вот молочный Хлеб Там Такие вот продукты Которые быстро пропадают Ну, больше недели Например, не хранятся Да, то есть Нужно каждую неделю покупать Ну, и потом Куда нам еще сейчас набирать Поднимать это Нужно будет домой В квартиру Еще тащить эти все сумки Так что мы пока То, что взяли То и взяли Все Едем домой Девочки Ну, вот Короче Мы затащили Эти сумки Домой Я не знаю Они все тяжелые Восемь пакетов Тяжелых было Ну, дочка Тут уже Расскрывала пакеты Показывала на камеру Что там мы прикупили Это еще не все Еще вот огромный пакет Тут с мясом Тут индейкой Свининой Говядиной В общем, всякое Разное мясо набрали Я устала Как не знаю кто Я уже в машину Плёхнулась Я говорю У меня спина Отламывается А язык уже не работает Уже ничего не могу Даже говорить Хочется отдохнуть Ну, мы приехали Пока это все загрузили Быстренько в лифт С машины затащили В лифт С лифта Все это Кульки вытаскивали Не знаю Мы столько никогда Не закупали Первый раз Знаете, один раз Что-то в багажник сложили Потом сложили А потом уже Хоп И там уже много всего Ну, в общем Все нужное взяли И даже взяли Еще и не все Еще нам другие вещи Нужны быть продукты Ну, по крайней мере Многое Из чего мы закупили Уже так С запасом Вот Сейчас доча побежала За Денечкой А я сейчас начну Разгребать уже Эти продукты В общем Моя задача Сейчас это все Разобрать Всем доброе утро Мои хорошие Вчера я пришла домой И единственное На что меня хватило Это только Вот распаковать сумки И просто Свалиться на диване И все Честно говоря Находилась я вчера много Ну, как бы я так много Обычно не хожу, да И по Меге Много ходили Пока в один магазин В другой магазин Зашли по Ашану Прошлись В общем, короче говоря Ходили много И я устала И у меня вчера уже Не было сил Не говорить что-то Не делать что-то Ничего Я самые такие Продукты Скоропортящие Закинула В холодильник Ну, и моя задача Была, естественно Разобраться с мясом По кусочкам Его разрезать По пакетикам Упаковать И положить в морозилку Ну, а те такие Овощи, фрукты Там в тетропаках Все это я на балкон Поставила Там прохладненько Пока оно там Постоит Это такие вещи Которые в холодильнике Не обязательно хранить Хочу вам показать В морозилке Что у меня сейчас Там творится Ну, вот верхний ящик В верхний ящик Я положила Вот это, кстати говоря Заморозилось На доске А теперь я их Сейчас сложу В кулечек И положу отдельно Это свининка Такие кусочки Хорошие Которые для отбивных Могут подойти Либо для стейков Для чего-то такого Дальше Что я тут положила У меня тут Сердечки Тут у меня Индейка лежит Тут у меня Говядина лежит Это, в общем Я дочке сказала Верхний ящик Это все мясо Которое ты употребляешь Любишь Это все твое Вот А здесь у меня Лежит свинина Вот тут кости Для борща Для следующего Сейчас я борщик поставила Еще кости варить Там немножко тоже Ну и нижний ящик Он у нас еще пустой Там сливочное масло Томатик В общем-то И здесь можно еще Что-нибудь такое Заморозки какие-то Класть Ну а тут В общем-то Лежит Такое вот Что из Скоропортов Мы положили И Я сюда положила Немного мяса Тут свинина с говядиной Вырезки Обрезки Или как они называются Это то, что я буду Перемалывать На фарш Ну вот они Кусочки мяса Вот я положила И в кулечек И допустим Я захочу Отбивную Там одну Две Три штучки Я раз достала уже Все Разморозила Они быстро размораживаются Отбила И И жарю Вот так обычно я делаю Но Отбивные Это будет для меня Я люблю отбивные Дочка свинину не любит Вот Ну и сейчас Надо заняться Фаршем Для фарша Тут мясо У меня Свинина И говядина Я обрезала Свинину Говядину В общем И Перемалю И будет у меня Свой собственный фарш Ну и также По кулечкам Этот фарш Положу Порционно Вот если мне надо На раз приготовить Порцию Достала кулечек И все Это очень удобно Достала я нашу мясорубку И решила уже сразу Вам ее показать Потому что я знаю Что будут вопросы В комментариях О мясорубке Там уже много вопросов И о чайнике Кофемашины Пылесосы И все такое прочее Спрашивают Что за мясорубка Мясорубка у меня Зелмер Покупала я ее В магазине Еще когда работала Здесь вы можете Увидеть немецкий флаг А что это означает Это значит Что компанию Зелмер Ну можно сказать Удочерила Усыновила Компания Бош Модель Это модель Зелмер Но как видите Здесь написано Маден Польша Потому что Зелмер Это польская компания Это их родной бренд И они очень любят Свой бренд И очень хорошо Относятся к качеству Но и тем не менее Что хорошее качество Вообще Бытовой техники Зелмер Но еще У них Недорогая продукция Поэтому В Бош Есть еще Можно сказать Еще компания Зелмер Но ниже Скажем Ценовой сегмент И вот эту машину Я покупала Мясорубку Я брала ее Тогда была акция Хорошая скидкой И то ли 3 То ли 3,5 тысячи Стоила она Я взяла тогда И сыну И дочке Вот Что здесь Такого хорошего В общем Ну я вам хочу показать Она в принципе Обычная Хорошая Удобная Чем отличаются Еще вот эти Мясорубки Здесь есть нож Вот это особенность Которую я говорила Всегда покупателям Во-первых Этот нож Кованый Во-вторых Он двухсторонний Он самозатачивающийся И он всегда Собственно говоря Острый Очень прочный Вот Ну вот Именно Кованые ножи Они штампованные Они Славятся Своим качеством Да Единственное Что Является Не знаю Я не считаю Что это недостаток Но обычно Вот Если хотят Вас отговорить Например От мясорубки Зилмер Да То обычно Говорят Ну там Пластмассовая втулка Да Втулка Пластмассовая Ну во-первых Она Не ржавеет Не скрипит Она очень Довольно Прочный Такой Пластмасс Она может Лопнуть Только в том Случа Если будете Перемалывать Косточки Допустим Или какие-то Твердые Что-то твердое Она может Лопнуть Но эти втулочки Они меняются Они продаются В сервисном центре Если что Можно ее купить И заменить Но у меня Мясорубка Зилмер Наверное Около Где-то Наверное Десяти лет Да Десять лет назад Я покупала Себе Зилмер Ну и Это Зилмер Уже где-то Лет пять У меня Более старая Модель Она более простая Мощностью Поменьше И тем не менее Очень быстро Перемалывает Все Вот Так что Хочу сказать Там нету Видите Там нет металлической Втулки Нету ржавчины Нету черноты Вот Наверное Может быть Благодаря Вот этой Пластмассовой Втулочке Вот Поэтому Нож Мы можем Сюда Любой стороной Ставить Какой хотите Не важно Вот Ну и Так же Нержавейка Металлическая Идет Вот эта Сетка И все Ну в этой Мясорубке Нету Ресивера Я не знаю Может кому-то Ресивер Нужен Ресивер Это Задний Ход Ну в принципе Здесь так Все хорошо Режется Что Не забивается Нету Там Такого Чтобы Это Был Необходим Ресивер У меня Мясорубке Моей Десять лет Но я ни разу Там не точила Нож В общем И здесь Тоже Нет Вообще Такой Необходимости Не знаю Может быть Она когда-нибудь Появится Но пока Что Такой Необходимости Нету Вот Так что Я вот Начинаю Молоть Это Не реклама Сразу Хочу Сказать Это Я вам Просто Делюсь Тем Что У меня Есть Из бытовой Техники Особенно Мелкая Бытовая Техника Потому Что Часто Очень Спрашивает Совет Какую Лучше Купить И поэтому Я Например Ну как Продавец Бывший Консультант Я предпочитаю Взять Что-то Подешевле Но Качественное Ну вот Из мясорубок Недорогих Но качественных Хороших Берите Зелмер Это Сразу Могу Сказать Если Если Вам Такая Нужна Вот Ну сейчас Я включу И буду Перемалывать Мясо Мясо Я уже Нарезала Кусочками И Луковицу Сразу Я Перемалываю Но Не Солю Не Перчу Вот Вот Эту Уже Смесь Я Перемешаю По Кулечкам И В Холодильнике Храню А Потом Уже Когда Достаю Кулечек Уже Решаю Мне Нужно Что-то Еще Добавить Котлеты Это Будет Или Не Котлеты Или Фрикадельки Или Что-нибудь Другое Ну вот Будем Молод Сейчас А Кстати Эта Весорубка Она Может Быть Из-за Того Что Мощность Она Больше Чем Моя У Моя 1500 А Здесь 1900 Мощность Она Перемалывает Мясо Гораздо Быстрее Чем Моя И Работает Она Вот Как-то Тише Даже Чем Моя Моя Как-то Громче Может Потому Что Моя Простая Дешевая Мощность 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 ну вот собственно говоря прошло буквально там минуты две наверно три от силы да и все у меня мисочка уже перемололась мясо это совсем не то что молола я тогда когда-то мучилась ручную мясорубку поэтому это конечно очень хороший помощник в доме ну вот и все что я вам принципе хотела сказать о мясорубке если какие-то вопросы пишите в комментариях я постараюсь вам ответить девочки кого еще интересовал пылесос вот сейчас я открыла видео которое я снимала раньше видео называется моя бытовая техника и вот на 22 минуте я уже показываю свой пылесос который у меня дома находится у меня пылесос ран bosch но он у меня уже семь лет прекрасно работает вот такого красного цвета пылесосы я посмотрела в интернете их сейчас наличие нету но есть пылесосы другого цвета там синий пылесос есть у него простая комплектация насадок по-моему и там самая низкая цена на него 9000 в каком-то магазине есть это по акции а вообще его цена сейчас где-то 13 с половиной 14 тысяч и чуть чуть-чуть 14 с чем-то даже где-то я видела но я покупала за 9 990 еще семь лет назад но там большая комплектация очень насадок там есть блин опять вот это сверх сверли от сверху там есть насадка для сверления насадка для мягкой мебели для твердой мебели насадка щелевая есть короткая длинная в общем хорошая комплектация насадок но к сожалению сейчас насадку вот эту для сверления я не вижу уже в комплектациях такого пылесоса и если что можно заказать сервисном центре но в любом случае пылесос классный если кого интересует вот этот пылесос ран буш можете брать вот где найдете бывает еще рилай похоже на него но у него нету рилая вот этой ручки а этот ран так и написано ран на нем вот но это уже годами проверены мощность не теряет мотор немецкий вообще немецкие моторы стоят в пылесосах буш наверное во всех ну когда я работала они стояли во всех сейчас может быть новые там пылесосы стали какие-то появляться но может быть где-то уже не не мотор не не немецкие но здесь немецкий точно мотор стоит они очень такие мощные долговечные прям не не убиваемые можно сказать вот и еще кто-то спрашивал меня про чайник какой чайник купить ну смотрите я беру чайники вот эти стеклянные и вот этот чайник он идет во первых с подсветкой они долго работают вот это вот синяя подсветочка она мне очень нравится вопрос почему ржавеет не ржавеет но никогда она у меня не ржавела это дно и в общем то такие такие чайники я брала из скарлетт и polaris такие бренды недорогие с одной стороны с другой стороны в общем то это не самый дешевый чайник но я не помню сколько он там стоил ну даже две три тысячи стоит за него отдать и он очень долго служит вот а по поводу шумности чайники все одинаково шумят и и еще почему я выбираю стеклянный мне видно как только начинает накипь появляться я тогда и очищаю лимонной кислотой у меня чайничек всегда чистый ну а сейчас мы просто с дочкой заливаем сюда воду которая нам привозится в 19 литровых бутылях вот и это вода она не дает осадка вот по поводу чайника ответила ну и еще я хочу ответить на вопрос по поводу мультиварки у меня спрашивали какую мультиварку выбрать смотрите мультиварка по сути своей это собственно говоря вообще кастрюля она идет такая вот как изоляционная да но здесь в общем то собственно говоря что чаша внизу находится тен который эту чашу нагревает чашу берите с хорошим покрытием вот это покрытие с него капельки прям стекают целиком и вот эта чаша она в общем то не боится царапин хотя я металлическими предметами и и они царапают для этого специалисты пластмассовые такие лопаточки половничек вот но берите хорошую чашу керамическое покрытие лучше всего просто антипригарное покрытие но бывает в дешевых мультиварках но она сдирается со временем не очень хорошая и очень важно очень важно в мультиварке чтобы была разборная крышка вот это вот крышка вот вы когда в кастрюле готовите до крышку приходится мыть бывает дешевые продаются где вот эта крышка снимается здесь крышку снял и помыл с двух сторон дальше здесь есть клапан вот этот вращается если допустим молоко или что-то пенка поднимается вот здесь уже есть датчик один датчик другой датчик здесь вот это начинает вертеться и она как вот эту пену оседает вот в этой вот это нужно это все съемное тоже вот можно мы так сожалению мой не всегда поэтому она такой вот дальше здесь еще есть съемный паровой клапан вот этот клапан тоже он весь моется он весь разбирается вот и вот это все можно помыть видите вот водичка тут то есть вот вот это вот для меня важно чтобы там не заваливалась ничего не оставалось потому что бывает что-то где-то задерживается и вот у меня когда была первая мультиварка у меня крышка была не моющийся и там со временем стало все как бы вонять но она принципе недолго и прослужила поэтому самую дешевую не берите но смотрите чтобы разбиралась неважно какой вы бренд возьмете в общем то чтобы вот эта крышка разбиралась но и что касается программ смотрите программы которыми вы пользуетесь чаще всего чтобы там была программа каши чтобы там была программа там допустим молочный молоко молочный еще мне например нравится здесь есть программа йогурт а йогурт готовится только при температуре 37 градусов 37 38 где-то так то есть поддерживается температура в течение 8 часов и вам вот вы на ночь поставили получается вас йогурт здесь еще есть мультиповар эта программа для меня была важна когда у меня печка сломалась и я долго и не было времени починить мультиповар это самая высокая температура для жарки но в данной вот мультиварки здесь 130 градусов то есть у вас ничего не подгорит но она и не поджариться особо то есть можно как бы я пробовала жарить котлеты но они такие бледненькие получается и картошка бледненькая тоже а вот который у меня мультикухня дома стоит я делала обзор тоже предыдущих видео то там мультикухне уже у меня есть там температура 150 градусов или даже 180 и там уже идет поджарка немножко ошиблась это у меня в мультикухне 180 градусов максимальная там еще сковорода мне в комплекте здесь мультиповар 150 градусов а режим жарко здесь 130 градусов то есть режим мультиповара выше градусов чем просто режим жарко вот ну и в общем то другие программы если какие-то интересуют можно чтобы они там были но пароварка тушение чтобы была программа это тоже как бы нужно важно чтобы вы могли добавить температуру убавить время изменить но это вот на мультиповаре на некоторых программах есть просто автоматические программы режим подогрева есть тут таймер отсрочки я им не пользуюсь вот меню температура время в общем вот это вот такая вот бюджетного в принципе сегмента это недорогая кембрук я брала недорогая у меня здесь 4 литра чаша они бывают еще три литра чаши но я вам хочу сказать три литра чаши но на одного человека может быть достаточно будет но тем не менее я когда брала 2 я взяла 4 литра потому что я ну хочу чтобы там если варить например суп борщ чтобы не на две тарелки было допустим побольше вот не знаю на все ли вопросы я ответила которые были в комментариях но если какие-то у кого-то вопросы есть не буду отвечать если вопрос коррект коротенький то я отвечу в комментариях ну а если вопрос такой вот где нужно дать обширный ответ да но тогда я просто вам этот ответ где-нибудь во влоге сниму или где-то там вот сниму и расскажу вот насколько я могу но дело в том что опять-таки бытовую технику выбирать ну для того чтобы вы спрашиваете чтобы я вам посоветовала что-то мне нужно знать какие-то ваши потребности у всех они разные да и поэтому бытовая техника отличается дух от друга у каждому по потребностям так сказать да и еще женщина одна спрашивала пылесос у нее животное собака да у нее дома и там шерсти много возьмите тогда турбощетку или пылесос с турбощеткой и можно ее как дополнительный отдельный аксессуар купить эту турбощетку она просто на себя наматывает вот эту шерсть она и как собирает с ковров с диванов с мягких поверхностей и все и тогда вы справитесь шерстью ну и что еще хочу сказать если кому-то нужен по бюджетней пылесос подешевле ну хороший если кто-то ленив и не хочет мыть эти фильтры менять их там так далее мыть этот пылесос в таком случае могу посоветовать взять мешковой пылесос вы будете просто мешки менять иногда мешок меняется не не после каждой уборки а просто он наполняется постепенно мешки там три-четыре литра в основном три литра вот такие вот в среднем объем мешка идет поэтому мешок наполнился вы достали выбросили поставили свеженькие все и не нужен никакой уход за пылесосом все при том что можно стеряться не будет потому что контейнер пылесоса можно стеряется в основном из-за того что забиваются фильтры если они вовремя не моются через фильтр моторный проходит пыль она попадает в мотор и мотор поглощая постепенно эту пыль и тоже как бы снижает свою мощность и может просто вообще перегореть надеюсь на все вопросы теперь ответила ну что продолжаем дальше готовить сегодня я хочу сварить борщ купили мы вчера белый корень попался на в магазине вообще у меня бабушка больше варила всегда с белым корнем но на продава овощи покупала на рынке я на рынок сейчас попадаю очень редко специально туда не езжу а в магазинах как правило покупаем продукты там пятерочка до магнитом и в такие рядом где-то с домом но белый корень там не продают я его там ни разу не видела а вчера так случайника белый корень попался игры доча давай возьмем белый корень и сварим борщик с белым корнем но он так более ароматный какой вот немножко повкуснее получается и запаху не вообще такой белый корень дает необыкновенный вот так что буду я делать больше сегодня на плите и буду делать зажарочку морковка лук бурачок и белый корень добавлю ну и томатик естественно вот буду делать красный борщ почему я все-таки люблю больше сварены на плите потому что я там контролирую процесс полностью всего если мне уже с открытой крышкой варить допустим бульон чтобы был прозрачный нужно варить его с открытой крышкой а в мультиварке это варится скажем так меньше контроля да если я очень занята если там фильм монтирую еще что-то нужно делать то конечно мне проще закинуть ингредиенты и как бы сильно не стоять над плитой но сегодня я над плитой постою я хочу сварить вкусный ароматный борщик опять начинает сверлить кто-то спрашивает что за звуки то сверлят и сигнализации мои дорогие мы в новостройке поэтому от этих звуков никуда не деться и главное что они иногда молчат молчат потом только я начинаю стирать они начинают начинают только снимать и они начинают сверлить вот так но еще коротенько я хочу показать попросили мне показать вот эту кофемашину которая пользуется дочка это у нас идет kit ford здесь очень простая очень простая конструкция заливается сюда в емкость до 10 стаканов воды то есть если по пришли гости вы можете сразу сварить кофе на всех здесь есть такой вот фильтр внутри этого фильтра еще сеточка вот такая вот вот такая сеточка видите да и в нее вставляем и бумажный фильтр вот бумажный фильтр вот кстати говоря если у кого-то холестерин запрещают обычно пить кофе потому что там кофе стол он выделяет холестерин из печени вот и вернее он не выделяет а он помогал просто он способствует печени вырабатывать собственный холестерин короче кофе запрещают врачи но если кофе натуральный пропускать через вот такой специальный бумажный фильтр то тогда холестерин вам не страшен и кофе пить можно вот этот кофе пить мне можно ну либо можно пить растворимый кофе потому что в днем кофе стола нет вот ну и здесь вот такой вот чайничек куда процеживается вот это кофе то есть здесь очень простая простая такая конструкция вода нагревается она проходит через эти дырочки и потихонечку струечкой сюда мы кладем кофе там сколько одну ложку две ложки но дочка она вот обычно берет на стакан воды ложку молотого кофе и все насыпали а потом уже струечка здесь горячей воды она проходит сквозь это кофе и потом она вот сюда попадает в этот чайничек и потихонечку тоненькой струечки здесь уже у нас получается кофе и вот это кофе дочка моя пьет вот ну это капельная система кофемашина с капельной системой с рожковой она не захотела у нее было с рожковой системы и кофе машина но там в общем то на одну чашку и все нужно каждый раз заправлять а здесь можно сделать кофе уже можно на целый день сварить и пользоваться им все краткий обзор сделала вам на кофе машину кого это было кому это было интересно ну и если интересует kit ford в принципе у них лояльные цены сайт kit ford можете зайти посмотреть какие кофе машины там у них есть можно принципе заказать это не реклама опять таки это я отвечаю на вопрос который вы задавали а про вообще про эту кофе машину дочка делала обзор если захотите захотите можете посмотреть но в принципе я вам ничего не рассказала такого что она уже рассказывала а вообще мои хорошие я вот честно говоря не хотела вообще про бытовую технику опять что-то говорить потому что ну во первых очень много задается вопросов в комментариях и вопросы такие на которые вот однозначно коротко не ответишь нужно провести на целую консультацию поэтому я решила думаю сейчас по быстренькому вам кратюсенько так расскажу не знаю насколько это кратюсенько получилось но я честно люблю бытовую технику люблю про нее рассказывать вы увидели тут разные бренды у нас есть поэтому но я больше всего приверженец бренда bosch конечно bosch это моё я в компании проработала пять лет изучила всю бытовую технику их поэтому очень хорошо я знаю я просто помню один комментарий где там написала девушка что я рекламирую bosch и что мне просто вот этот холодильник мне дали поэтому я его рекламирую нет компания bosch ничего никому так не дает рекламой тоже не занимается если вы заметили по телевизору реклама bosch бывает очень крайне редко потому что компания считает что само имя bosch сама себя продает поэтому они рекламой не занимаются и так чтобы они просто целых холодильник мне дали за то чтобы я его просто показала рассказала нет это просто мои знания которыми я хочу с вами поделиться вот и все вот а что вам покупать какой бренд это уж вы сами решаете вот если вы задаете вопросы все на него знают ведь значит я стараюсь на него и ответить но на этом я хочу видео закончить потому что оно получилось по моему уже длиннющим поэтому кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан и до новых встреч продолжение будет в следующем видео пока пока